всем привет это видео является как бы продолжением двух тем затронутых у меня на канале тема украинских беженцев и тема зарплат так вот в этом молчать вам слова не давали в этом видео я напоминаю о том что сегодня 31 октября 2023 года последний день когда украинские беженцы германии свободно и беспрепятственно получают социальные пособия не отдавая себе отчета в том что рано или поздно нужно будет давать ответ за эти пособия или начинать работать то есть я уже в одном из своих видео говорил о том что немецкое правительство приняло решение закон о том чтобы украинские беженцы начали посещать бесплатные курсы и интегрироваться в жизнь в германии с чем это связано это связано в первую очередь с тем что вот уже полтора года как очень многие люди а именно миллион 300 тысяч украинских беженцев проживают на территории германии из них 700 тысяч работоспособных из этих 700 тысяч работают только 220 480 тысяч не хотят работать по тем или иным причинам другие же 500 тысяч которые относятся к общему числу это или дети старики или больные так вот чтобы избежать в дальнейшем огромнейших прорех в государственной казне немецкое правительство приняло закон о том чтобы украинские беженцы с 1 ноября этого года начали ходить на бесплатные языковые курсы трех или четырехмесячные в зависимости от их уровня знаний языка и после этого они обязаны будут принимать предложение арбайзанта о трудоустройстве если же они не будут принимать такие предложения или будут отказываться от этих предложений то им будут срезать пособие на данный момент пособие на одного украинского беженца 506 евро считайте сами если будут срезать сначала в половину потом будут срезать совсем недавно буквально несколько дней назад министр финансов германии кристиан линдер выступил в стаге с речью по этой теме и сказал что немецкая казна не бездонная если мы и далее будем поддерживать украину он сказал что мы будем поддерживать украину на политическом и экономическом уровнях но те граждане украины приехавшие сюда и получившие временный статус беженца обязаны доказать что они не просто так едят немецких лет то есть они обязаны начать работать и он сказал что ежегодно это огромнейшие сумасшедшие деньги вытекающие из государственной казны впустую и неизвестно уходят ли эти деньги действительно тем людям которые здесь зарегистрированы или эти деньги уходят на левую сторону вот что он сказал поэтому все граждане имеющие возможность работать обязаны будут идти на работу им не дадут здесь сидеть так как это делают поколениями семьи в восточной германии проживающие на бывших скажем так землях гдр не работавшие ни разу в жизни не хотящие работать то и вряд ли их кто заставит работать потому что им им нравится жить вот так вот бомжевать в социальных квартирах на 100 на 200 евро в месяц им это нравится я не думаю что украинским беженцам тем более тем кто действительно приехал сюда и пытается хоть как-то устроиться и доказать что он действительно человек может понравиться так вот такие вот условия жизни поэтому бесплатные предложения государства по языковым курсам и так далее все-таки следует принимать всерьез и относиться к этому с должной долей внимания теперь по зарплатам я в одном из своих видео говорил о том что якобы я работаю сторожем и охраняя вот этих вот дурилок это все неправда это была шутка в каждой шутке из доля правды теперь конкретно по зарплатам в нашем городе только у нас здесь есть несколько заводов завод бмв завод инфиниум осрам есть молочный комбинат есть завод тошиба есть сименс на этих заводах работает очень и очень много людей есть огромнейшая фирма континенталь и только на одном заводе бмв работает свыше 10 тысяч человек так вот по зарплатам зарплаты здесь в баварии в том регионе в котором проживаю я действительно высокие я в одном из видео говорил о том что уборщицы получают мало посудомойки получают мало да они действительно получают мало и говорил о дворниках вскользь затронул тему водителей на фурах так вот человек работающий на бмв получает в месяц чистыми около 3000 евро чистыми он должен работать 160 часов в месяц то есть он работает все на все две недели эти две недели там плюс у них еще идут сверхурочные эти сверхурочные накладываются друг на дружку и получается за утренние ранние часы или за поздние часы им идет как бы двойная плата то есть получается что пять дней в неделю человек работает два выходных потом работает четыре дня в неделю три выходных три дня в неделю 4 выходных два дня в неделю 5 выходных там такой график работы в первую смену и во вторую иногда бывает 3 смена ночная так вот это касательно завода бмв там такие вот средние зарплаты 2 800 это чистыми на руки плюс у них получается раздел скажем так выигрыша он в переводе на русский раздел выигрыша в конце года это от продажи от премиальной продажи машин вот этим организациям клиентам которые покупают заказывают это хорошие деньги приблизительно 45 тысяч получает каждый сотрудник завода и плюс еще идут вот этот 13 зарплата как называется нас рождественские деньги 13 зарплата это дополнительно их чистая зарплата идет им на счет это касательно завода бмв идем дальше на заводе инфинион у меня работает знакомый и он получает в месяц чистыми 2 900 то есть его зарплата где-то три с половиной 3 3 600 3 700 где-то так он получает чистыми на руки 2 900 это тоже очень хорошие деньги и за эти деньги действительно можно работать если же люди допустим украинские беженцы имеющие дипломы инженеров начнут здесь указывать в арбайзамте на то что они инженеры и они обязаны вернее имеют право работать только как инженеры к сожалению вот такой вот манс у них не прокатит потому что чтобы начать работать как инженер они обязаны будут доказать свою квалификацию отучиться как минимум три с половиной года на инженера чтобы подтвердить свой диплом полученный на украине и получить потом здесь работу то же самое касается врачей только врачи здесь должны будут отарабанить как минимум пять лет бесплатной практике абсолютно бесплатной практике или переучиться по своей специальности по своему профилю в университете то же самое касается архитекторов но архитектор должен будет переучиваться три с половиной года просто так на основании бумаг зачастую купленных где-то в подземном переходе метро или еще где-нибудь здесь верить никому никто не собирается немецкие органы власти уже прекрасно осведомлены о том что половина дипломов полученных в бывшем советском союзе и на постсоветском пространстве обычная липа или туфта вот если же граждане украины приехавшие сюда жить как беженцы и пытающиеся задержаться здесь для дальнейшей жизни основательно вдруг захотят идти в логистику ну я могу вам сказать открыто сегодня могу сказать открыто очень многих интересует этот вопрос частенько мне его за задают у меня на канале я обходил стороной но так и быть сегодня вам скажу обычный складской человек я работаю в логистике я вот уже девятнадцать с половиной лет работаю в логистике более менее и знаю это дело имею опыт и поэтому сужу со своей точки зрения о логистике и о тех зарплатах которые в логистике платят значит обычный простой складской складской простой грузчик или как они называются упаковщики получает чистыми на руки 2000 чистыми на руки если у человека есть права на автопогрузчик но у него слабый слабая тарифная сетка он получает на руки 2 200 2 300 если же человек отучился на оператора по логистике нужно отучиваться как минимум один год на эту специальность человека есть шанс получать примерно две с половиной тысячи в месяц если же человек отучился подтвердил свою квалификацию как координатор по логистике у него есть шанс получить 3000 чистыми в месяц это в логистике если же человек работает в логистике на складе допустим вот как скажем примерно как я есть такое понятие лагермайстер германии в баварии но у этого человека есть шанс возможность на основании опыта по его рабочим показателям по тарифной сетке получать четыре с половиной тысячи чистыми деньгами это я вам говорю открыто какие зарплаты здесь в логистике я не работаю простым складским я работаю действительно именно как вот по-русски как начальник склада делайте выводы считайте сами вот вам ребята я только что сказал если вам сложно боязно подтвердить свои инженерные архитекторные или еще какие дипломы у вас всегда есть шанс устроиться на работу в ту же самую логистику на те же самые склады здесь у нас очень много в округе фирм огромнейших складов на которых люди получают действительно хорошие деньги вот недавно я ну как недавно отстроили у нас здесь вот комиссионный склад от одной огромной транспортной конторы называется Кюнинагель и там только студенты только студенты получают две с половиной тысячи в месяц только студенты после того когда они закончили обучение и начинают свой первый год только первый год они получают две с половиной дальше у них зарплата повышается в общем делайте выводы не бойтесь тем более что за полтора года проживания в Германии у многих из украинских беженцев языковой барьер снизился практически ну грубо говоря не до нуля но на минимум люди прекрасно понимают что от них требуется в магазине что им говорят они могут уже более-менее изъясняться сами поэтому никто не видит проблем ни у нас на фирме ни где-нибудь еще никто не видит проблем с тем чтобы допустим пришли украинские беженцы устраиваться на работу уже с подтвержденными квалификациями единственное что люди которые не захотят не захотят интегрироваться в жизнь Германии то есть будут и далее пытаться оставаться беженцами от войны их лишат пособия сначала лишат в половину на 50 процентов потом будут лишать основательно под корень этого пособия чтобы люди поняли что рано или поздно нужно все-таки восполнять ту кубышку из которой ты что-то берешь для своей собственной жизни для своих собственных нужд вот и все что я хотел сказать по теме вот таких вот зарплат и по теме вот этих вот украинских беженцев проживающих здесь у нас на территории Баварии в частности если возникнут вопросы пишите пообщаемся не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями поставить лайк свой адекватный комментарий с вами был я владимир козырчук автор канала old dutchman всем удачи пока 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 пока